Его работы можно увидеть в музеях России, а также других стран Европы и Азии, а теперь еще и в культурном комплексе «Артишок» в Химках. На международную выставку, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре, художник Хусейн Аль-Джаман привез семь работ. Например, картина «Талисман» – любимая работа мастера. Она выполнена маслом в технике рельеф и украшена цветным камнем. Картина неоднократно была отмечена наградами. Эта работа я хочу показать мир, что мы можем жить вместе, не связанно с нашим духовным, которое я здесь много знаков показываю, и не связанно с нашим религией, только связанно с нашим человеческим фактором. Я хочу сделать такой талисман, чтобы все жили мирно, все жили вместе, что соединили культуру. Хусейн Аль-Джаман – член международного художественного фонда и султанского общества искусств в Амане, заслуженный художник Ирака. А теперь еще и Россия стала вторым домом для Хусейна Аль-Джамана. Большую часть жизни он занимается творчеством, а теперь еще и благотворительностью. Международная благотворительная выставка проходит в рамках проекта «Мы вместе». Это первый проект в России, который проходит в преддверии чемпионата мира на Ближнем Востоке. Выставка призвана познакомить россиян с культурой государства Катар. На этой выставке мы сможем познакомиться с работами катарских, российских художников и фотографов. Творцы в своих работах раскрывают глубинные пласты современные, наберущие начало из глубины веков духовной, художественной, архитектурной, ландшафтной эстетики, передавая нам свой дух и атмосферу стран. Выставка включает в себя и фотографии. Через них арабские и русские художники максимально передали урбанистику стран. Вот, например, рядом с крепостью Зибара красуется парк Зарядья, а рядом с Никола – Угрешским монастырем, Исламский музей. Особенностью выставки стал мастер-класс арабской письменности. Художник учил ребят выводить первые буквы алфавита. Я уже узнала целых две буквы на арабском. Я попробовала их написать вот здесь вот. Я придумала даже свою букву, вот эта буква «М». Вот. В общем-то, мне нравятся, в принципе, арабские, поэтому я планирую выучить обязательно. После теоретической части по изучению арабского языка гости приступили к практике. Попытались написать собственные имена. Если бы шрифт в носах, то попечатаем. В кульминации мастер-класса Хусейн Аль-Джиман продемонстрировал детям, как правильно пишутся их имена – Дмитрий, Федор и Евгений. Так мы смотрим, Женя вот так молчился. Выставка уже открыта и продлится до 10 октября. Ее планируют посетить посол государства Катар. Вскоре картины повезут в тур по России – в Смоленск, Курск, Воронеж, Нижний Новгород и другие города. Все собранные средства пойдут на помощь детям с особенностями развития.